Всем привет! Меня зовут Оля. В этом видео мы вместе с вами испечем творожный кекс. Он похож на Штоллен, такой же богатый на вкус и аромат. Кекс лучше всего печь заранее, минимум за один день. Он очень хорошо хранится и с каждым днём становится всё вкуснее. Мякиш будет становиться плотнее, но в то же время будет влажным, тающим во рту. Заранее нужно приготовить сухофрукты и орехи. Изюм заливаю кипятком и оставляю запариться на 10 минут. Сухофрукты можно брать любые, по вкусу. Менталь заливаю кипятком и оставляю на 10 минут. Промываю, снимаю кожуру. Если она плохо снимается, нужно ещё раз залить кипятком. Иногда такое бывает. Менталь слегка просушиваю на сковороде и измельчаю. Смешиваю его с уже промытым и просушенным изюмом. Добавляю сюда цедру апельсина и 1 столовую ложку муки из общего количества. Хорошо перемешиваю. Готово. Теперь тесто. Все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры. Тёплое сливочное масло взбиваю до пышности. Сахар смешиваю с ванильным сахаром и добавляю к маслу. Продолжаю взбивать. Теперь яйцо взбиваю до пышности. Добавляю соль. И понемногу подмешиваю протёртый через сито творог. В конце вливаю апельсиновый сок. Размешиваю миксером до однородности. Готово. Добавляю сюда заранее подготовленную смесь орехов и изюма. Перемешиваю лопаткой. Муку смешиваю с разрыхлитием и добавляю к тесту. Сначала перемешиваю лопаткой, в конце рукой. Не нужно тесто сильно вымешивать. Просто перемешать до однородности. Форма у меня разъёмная, диаметром 18 см. Можно брать маленькие, как пожелаете. Дно я застилаю пергаментной бумагой. Смазываю кусочком сливочного масла и присыпаю мукой. Лишнюю муку нужно стряхнуть. Перекладываю тесто и разравниваю. Сверху приглаживаю слегка мокрыми пальцами. Кекс убираю в разогретую духовку. И при 170 градусах пеку 60-70 минут. Время выпечки будет напрямую зависеть от размера формы. Готовый кекс ещё горячим смазываю растопленным сливочным маслом. Примерно половиной. И присыпаю сахарной пудрой. Оставляю остыть на 10 минут. Снова смазываю маслом и присыпаю пудрой. Когда кекс немного остынет, извлекаю его из формы и оставляю до полного остывания. Я оставила на ночь и разрезала кекс уже на следующий день. Хотя и только что остывший, он тоже вкусный. Хранить кекс можно дней 5 смело. Желательно завернуть в пергаментную бумагу и фольгу и оставить в прохладном месте. А вот кусочек кекса, испечённого 4 дня назад. Он стал плотнее, но в то же время очень влажный, тарящий во рту. Этот кекс сочетает в себе богатство вкуса и аромата. От него просто веет праздником. В общем, рекомендую, к тому же готовится он проще простого. Друзья, у меня всё. Готовьте с удовольствием. Удачной вам выпечки. Ставьте лайк. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok